Служба заказчика появилась в Солигорске в 2018 году. Ее создали для организации оказания населению жилищно-коммунальных услуг на конкурентной основе. Это техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт жилфонда, благоустройство и содержание придомовых территорий и улично-дорожной сети. Ежегодно служба заказчика на конкурсной основе определяет исполнителей этих услуг, заключает с ними договоры и обеспечивает подтверждение качества и объемов оказанных услуг и, соответственно, представляет интересы потребителей. То есть, если вам некачественно или не в срок оказали услугу, смело можете направлять претензии в службу заказчика. Здесь рассматривают все обращения граждан и те, которые поступили непосредственно в службу, и те, с которыми солигорчане обратились в ходе личных приемов, руководством района и прямых телефонных линий. Посетителей бывает у нас ежедневно достаточное количество. Не все, естественно, просят зарегистрировать. Те, кто приходит с письменным обращением, обязательно оно регистрируется. У нас регистрация обращений граждан ведется отдельно от других видов делопроизводства. Существует электронная регистрация обращений граждан. Например, за этот месяц, с 1 января этого года до настоящего времени уже поступило 73 обращения. Значит, непосредственно в службу заказчика поступило уже 9 обращений, а 64 обращения поступило как поручение Солигорского районного исполнительного комитета. Чаще всего солигорчане обращаются по поводу текущего ремонта жилфонда и благоустройства, а также содержания уличнодорожной сети, обращения с твердыми коммунальными отходами, капремонта домов. Все заявления рассматриваются с проведением полного обследования и составления актов. Для улучшения обратной связи с потребителем служба заказчика с начала этого года увеличила число приемных дней. Теперь еженедельно по вторникам с 9 до 11 часов прием ведет руководство службы. Ежедневно со своим вопросом можно обратиться к специалистам организации. Дело в том, что по всем этим услугам у нас со всеми исполнителями заключены договора, со всеми жильцами заключены договора. И поэтому жилец на основании этого договора к нам должен обратиться и рассказать свою проблему, высказать свое видение, пожелание или какое-то удовлетворение, неудовлетворение. Мы все это примем к сведению, примем незамедлительно меры. И естественно вся деятельность нашей организации нацелена на то, чтобы оказать максимально полные услуги, которые обязательны для осуществления жизнедеятельности нашего населения. Служба заказчика уже завершила проведение конкурсов по выбору организаций, которые в 2022 году будут оказывать соригорчанам жилищно-коммунальные услуги. Самыми надежными и конкурентноспособными традиционно стали местные компании. Вывозом и обезвреживанием твердых коммунальных отходов продолжит заниматься эко-комплекс. Обслуживать лифты по-прежнему будет лифт-сервис, а самый обширный фронт работ – у ЖКХ-комплекс. Задача организации – обеспечивать должное состояние домов инженерных систем придомовых территорий. Определен и размер финансирования. На текущий ремонт жилфонда затратят 1 миллион 100 тысяч рублей на благоустройство придомовых территорий и содержание объектов благоустройства порядка 6 миллионов рублей.